Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим очень вкусный постный шоколадный торт. То есть в него не входят ни яйца, ни молоко, ни сметана, ни масло сливочное. Минимальное количество ингредиентов, а торт получается безумно вкусным и ваши гости не поймут, что он постный. Итак, нам потребуется 250 миллилитров воды, 210 грамм муки, 250 грамм сахарного песка, 40 грамм какао-порошка, пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм, 1 пакетик ванилина весом 1,5 грамма и 5 столовых ложек подсолнечного масла. Тесто готовится очень легко и просто. Нам необходимо смешать все сухие ингредиенты. Какао, мука, сахарный песок, разрыхлитель и ванилин. Все ингредиенты просто перемешаем ложкой. В получившуюся смесь добавляем 5 столовых ложек подсолнечного масла. Аккуратно размешиваем. В эту же смесь добавляем воду. Вода у меня комнатной температуры. И еще раз все хорошо размешиваем. Должна получиться однородная масса. Вот такое тесто у меня получилось. Будем выпекать. Чашу мультиварки смазываем подсолнечным маслом. Дно и бока хорошо промазываем. Выкладываем все тесто. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечка или мультиповар. 125 градусов. 1 час. Нажимаем старт. Через час бисквит будет готов. Прошел час. Вот что у меня получилось. Сверху немного капнуло воды. Бисквит с мультиварки. Берем салфеткой. Отключим подогрев. И оставим на 10 минут, чтобы бисквит остыл. Достаем бисквит с помощью корзины пароварки. Вот такой постный шоколадный бисквит получился. Он не очень высокий, как вы видите. Но разрезать на 2-3 коржа его можно. Приготовим крем-глазурь холодным способом. Для этого нам потребуется 6 столовых ложек сахарной пудры без горки. 6 столовых ложек какао-порошка. 2 столовые ложки крахмала. У меня крахмал картофельный. А также 4-5 столовых ложек холодной воды. Вода должна быть холодной. То есть из холодильника или из морозилки. Сначала смешиваем сухие ингредиенты. Сахарную пудру. Картофельный крахмал. И какао-порошок. Все хорошо перемешиваем. Должна получиться однородная смесь. Комочки все раздавить сразу необходимо. То есть должен получиться порошок. Теперь в эту смесь постепенно добавляем воду. Не всю сразу. Предлагаю сначала 3 ложки. Видите у меня со льдом вода. Размешаем. А дальше по консистенции постепенно будем добавлять еще 2-3 ложки. По необходимости. Так вы сами сможете контролировать густоту крема и глазури. Вот здесь у меня 4 ложки воды. Достаточно густовато. Но в качестве крема в принципе нормально. Я добавлю еще столовую ложку. То есть в общем будет 5. Еще размешаем. Масса должна быть однородной. Глазурь долго не застывает. Но когда застынет она уже не липкая. Крем-глазурь готова. Вот такая она получилась. Похоже на шоколадную пасту. Бисквит разделим на 2 части с помощью ножика и нитки. Делаем неглубокий надрез. В получившуюся прорезь вставляем нить. Концы нити стягиваем между собой. Вот так выглядит бисквит в разрезе. В принципе сам бисквит получается не сухой. Но при желании вы можете его пропитать. Наносим крем. Половину. Половину оставим в качестве глазури. И распределяем. Достаточно бюджетный вариант тортика. Но получается он очень вкусным. При желании в прослойку можно добавить орехи или фрукты. Вот такой торт получился. Осталось его украсить. Украшать буду ягодами. Вот такой торт у меня получился. Я его украсила малиной, листиками мяты и жареным арахисом. Давайте посмотрим, как торт выглядит в разрезе. В принципе ему можно дать настояться. Вот так выглядит постный шоколадный торт в разрезе. Как вы видите, хороший пышный бисквит. Достаточно пористый. Пропитанный очень вкусным шоколадным кремом. Торт, несмотря на то, что он постный, получается очень вкусным. Поэтому даже в пост вы можете порадовать своих близких вкусным шоколадным десертом. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. А также за подписку. Приятного чаепития. И до новых встреч! До новых встреч!